Подбираю, но я уже по слуху знаю, где эти ноты находятся. Грубо говоря, по правильности я не знаю, как они называются, но знаю, где они находятся и как их сыграть, чтобы они качали. Да, любая песня начинается с одной ноты, с одного аккорда. Так, вот у нас пошла открытая бочечка. Ребята из группы Валхала знают все о том, как сделать зажигательную хитовую танцевальную композицию. Команда появилась в Зарове не так давно, но уже уверенно набирает обороты и в родном городе, и за его пределами. Путь в группе у всех был разный, но все началось с Вячеслава Рязанцева. На своей первой гитаре Вячеслав, основатель группы Валхала, играет до сих пор. Подбирает мелодии, ищет интересные решения, а потом переносит музыку на компьютер. И первый инструмент всегда идет с ним по жизни. Вячеслав пришел в музыку в 12-13 лет. Все началось с Дворца пионеров, где юноша учился играть на гитаре. После обучения он продолжал осваивать гитару самостоятельно. Вячеслав заинтересовался рок-музыкой и создал несколько групп, которые выступали на городских рок-фестивалях. Через время молодой музыкант ушел в направление хип-хопа, чтобы писать больше интересных текстов. Очень было интересно работать в жанрах инди-рока. После чего я создал пару групп. Удачно выступали в городе. Это было интересно. В свое время это назывались нью-рок-лайны. Проводились они у нас очень масштабно, интересно. И после этого начал больше заниматься, наверное, заинтересовал хип-хоп. Потому что хотелось научиться больше писать интересных текстов. Потому что когда ты юный, у тебя и тексты юные достаточно получаются. А хип-хоп, он такой более брутальный получался. Для меня на тот момент мне стало это интересно. И я начал заниматься более углубленным хип-хопом. Создали в свое время группу OutAtlanta. Где-то уже поснимали и клипы своего рода интересные очень. И после этого, проработав буквально лет 8 или 6, где-то так ориентировочно. Я понял, что хочу сольный свой проект. И долго искал название. И как бы пришел к этому, что у меня путь музыкальный всегда строится через какие-то сложности. Как и путь воина. Поэтому я такой начал изучать, гуглить. Думал, Валхала. То есть, думаю, это путь воина. Но Валхала это немножко не близкое нам по русскому духу. И я принял решение, что Вэл – это приветствие как бойцов ММА. То есть, Вэл. А Хала – это типа мое приветствие людям со сцены. И получается как раз вот Вэл – Хала. В сольном проекте Вячеслав Рязанцев искал себя. Выпускал и хип-хоп. Возвращался и в рок. Сотрудничал с разными людьми. Переломным моментом в жизни Вэл – Хала стало знакомство с Алексеем Шалашовым. Именно тогда проект получил новое развитие в танцевальной музыке. Мы встретились на студии. И начали совместно работать. Это был первый проект, у нас назывался «Разошлись». И мы как-то потихоньку притирались друг к другу. Было очень интересно лично мне попробовать что-то новое для себя. Потому что рок я уже писал, я его знаю, я умею его писать. Хип-хоп тоже, но немножко мне подадоел. А танцевальная музыка для меня – это какое-то новое открытие. Опять без сна зайдет в мой дом. И снова твоя в нее влюблен. И эти сети, в них которых не искал в тебе, теперь у нас останутся потом. Алексей Шалашов, он же Эхосоном, добавляет группе колорита за счет маски зайца, в которой он всегда появляется перед публикой. Алексей отвечает за музыкальную часть проекта. В школе он был диджеем. И вскоре подменил известного в городе диджея зигзага, который подталкивал Алексея к миру музыки. В институтские годы Алексей гастролировал, выступал в клубах, был резидентом. Набивая руку на различных выступлениях, музыкант получил большой багаж опыта и знаний, которые уже сейчас пригождаются в работе. С музыкой давно связан, еще со школы. Так получилось волею судеб, что я стал школьным диджеем еще в девятом классе. Подменил очень известного человека в городе Саров, диджей зигзаг, собственно. Он меня поставил на музыкальные рельсы в свое время. Один из. И с тех пор заразился музыкой, мне очень понравилось работать с ней. Я считаю музыку нематериальным искусством. То есть ее можно унести с собой, не имея ничего, просто в голове, текст, мелодия. Да, со школы перебрался постепенно в институте в клубы, гастролировал, ездил по области, чуть-чуть за пределами области. Много где был резидентом. Ну, собственно, набивал опыт, как мне казалось. Тогда я, может быть, не совсем понимал, для чего все и как делать. Сейчас у меня начинает с годами картина складываться. Тогда я получал бесценный опыт, который сейчас мне очень сильно пригождается в моей работе. Раньше это была только клубная музыка. То есть я к поп-культуре вообще относился, ну, не то что в штыки, но я был от нее диаметрально далек. Прям вот на разных полюсах с ней находились. Может быть, мне какие-то композиции нравились, но я никогда себя не видел именно как автор текста, музыки именно вот в таком формате. И пробовал я и писал музыку, но это была исключительно музыка инструментальная, клубная, ну, в стиле хаос. Вот уже больше двух лет, как я попробовал работать с проектом Велхалл, со Славой мы познакомились, и очень понравилось именно, как работает вместе и музыка, и текст, вот как они вместе привлекают. Это намного сильнее заражает слушателя, чем нежели просто музыка, по крайней мере, в моем исполнении. Образ эхосонома всегда притягивает к себе внимание и любопытство зрителей. И в этом тоже фишка группы. Это элемент тайны, это всегда привлекает внимание, людям всегда интересно, что скрывается вот здесь. И очень частый вопрос, почему Заяц? Почему я взял образ именно Заяца? Ну, во-первых, сначала была идея взять образ, как из, ну, погоди, Заяца, вот прям такая карнавальная детская советская маска. Но в процессе поиска вот нашел подобное, и мне понравилось, остановил выбор на этом. Ну, я рассчитываю, что, может быть, к лету у меня произойдет апгрейд. Уже в апреле год исполняется вот Зайцу, моему альтер-эго, так скажем, в проекте Валхала. И хочется уже немножечко каких-то изменений, что ли, внести в образ. Он классный, он хорошо работает, но почему бы не развить и не сделать маску, ну, более, скажем так, прокачанной, более интересной. Группа Валхала, как у ее знают сейчас, родилась с танцевальным треком Вячеслава и Алексея «Разошлись». Совместная работа протекала более полугода. Музыканты притирались друг к другу, постепенно открывали для себя новые направления, учились и пробовали. Поймав волну, ребята стали писать новые песни. Мы начали делать совместный проект, первый поп-танцевальный проект, как я и очень хотел, с названием «Разошлись», который собрал очень много слушателей у нас в городе, не только. Дальше мы начали искать, какое же, что же еще нам можно написать. Первый трек у нас долго делался, наверное, где-то с полгода, не меньше. Да, да, так и есть. То есть пока притирались, я учился писать под вокал, Слава учился под танцевалку писать текст. Для меня это был первый такой опыт именно танцевальной музыки. Очень хотелось. И когда мы начали понимать, что у нас получается, мы начали оба загораться внутренне. Потому что у Лехи, у Эхо-саном свои были темы интересные, в плане диджейства. У меня свои рок-проекты и прочее. А тут как бы совместная работа. И это очень необычно. Это интересно. И всегда что-то новое приносит какой-то внутренний огонь. И вот мы как раз его поймали вдвоем. И это очень интересно. И после этого начали писать следующие треки. На самом деле столкнулись две противоположности. Потому что Слава отвечает за хаос, за харизму, за все яркое. А я в проекте отвечаю за порядок. За то, что все было по науке, все было в срок, все вовремя. Так что у нас это друг друга дополняет и начинает работать очень замечательно. Потому что где-то мне не хватает смелости, а Слава своего характера он пробивает. Теперь у группы Валхала новые треки выходят каждый месяц. А музыканты работают на полгода вперед. Начав с выступлений на площадках родного Сарова, проект вышел за пределы области. Ребята становятся гостями эфиров на различных радиостанциях. Их музыку ждут поклонники столичных городов. Поначалу у нас рождались тексты на музыку. Мы сидели, так же думали, где-то очень легко это приходит. А где-то мы начали расти в этом все. Мы начали понимать то, что не хватает какого-то целевого ядра. Как раз об этом ядре рассказали. Ну вот, кстати, да, со старта проекта с текстом отвечал за текстом, отвечал Слава. Я вообще к ним отношения не имел. Я только приносил ему готовую музыку. Он на нее уже начинал музицировать, сочинять. И, наверное, трек четвертому-пятому я уже все-таки понял, что... Хочу, хочу. Да, мне тоже это подвластно. Да, стал немножечко приносить порой какие-то просто фразы, рифмы, заходы на припевы. Если Славе казалось интересным, он брал, мы вместе садились, разгоняли. Перерабатывать вместе. То есть это не то, что каждый приходит, вот все, я написал, вот оно будет именно так. Нет. Оно работает по-другому. То есть мы друг друга чувствуем, понимаем. Да, я понимаю, что, например, то, чего не хватало, допустим, у Лехи, то, чего не хватало у Ай-Хасана в тексте, да, я беру и дополняю, допустим, каким-то своим речитативом. И мы вот из этого всего находим какой-то общий концепт текста, звучания, после чего записываем это все, слушаем и понимаем, что вот именно да, вот это теперь звучит. В это небо улетают кометы, я же точно там не был, и тебя забываю. Светит мое небо, одинокий прожектор, снова солнце так слепит, на земле освещая. Пока... Есть одна работа, которая, можно сказать, она готова, но мы ее так и не выпустили, потому что, слава, в итоге подумал, что текст слишком слащавый, слишком он мякий для него. Я говорю, бро, как я могу это спеть? Я, блин, взрослый, бородатый мужик, лысый, на стиле, с цепурами, я буду петь нежные песни. Ну да, я сейчас скажу просто, ну маленький такой инсайт, он называется «Миллион поцелуев». Да, он называется «Миллион поцелуев». И я просто, меня на тот момент, короче, это было у нас, получается, мы сделали только два трека, да, по-моему, с тобой? Да, да. Да, это был первый трек «Разошлись», второй трек у нас был «Кружен». «Кружен», да? Да, все правильно. И вот как раз третий могут стать «Миллион поцелуев». Причем самое интересное, что надоумил на этот трек его я. Я упрям его упрям, вот нам нужно именно вот это, нам, ну и все, и бит мне понравился, и все. Но за счет того, что был написан, написана музыка под текст, то есть в нашей музыке вы можете обратить внимание, что она не просто написанная музыка, где-то взятый бит, и на него подстроенный текст. У нас все делается по-другому. Мы вгрызаемся прямо вот в это, в смысл, в то, чтобы у нас каждое слово, которое произносится под него, срабатывало свои фишки музыкальные, чтобы под это срабатывали синты и прочее. Как раз вот, Оксана может вам об этом очень много чего рассказать. Да, это неудачная работа, она помогла мне понять, что Вячеславу нужно, на какие тексты он хочет залетать, что он хочет петь. И просто пережили этот момент, господи, нет и нет, еще впереди столько всего. И я начал писать уже текст, который ему начали нравиться со временем. И на самом деле, в любом случае, проект творческий, создание песни, то есть пишется какая-то, либо гармония на аккордах, либо мы пишем какое-то, может, четверостишее даже, просто четверостишее. И приходим... Урождается прям... Да, пишем дальше текст, мы записываем какую-то демо-версию голоса, я с ней прихожу домой, начинаю ее слушать, и порой надо день, два, три, чтобы он в голове улегся, и пришло понимание, а чего не хватает, а чем дополнить, что еще нужно сюда привнести. И порой таких вот моментов рабочих, пять, шесть, семь бывает, то есть я прихожу с новой демкой по музыке, мы снова переписываем вокал, снова возвращаюсь. И вот эти бесконечные колебания, они в итоге приводят к тому, что мы получаем продукт, который нам, по крайней мере, очень нравится, а судя по аудитории, нравится и им. Энергия Вячеслава и Алексея привлекает в группу новых людей, которые также горят идеями, хотят творить и пробовать новое. Михаил Одинцов делает музыкантам стильные обложки и фотографии, занимается визуалом группы. Михаил и сам поклонник Вилхалы, поэтому был рад сотрудничать с любимыми исполнителями. Занимаюсь дизайном уже более девяти лет, начал заниматься фотошопом, очень было интересно. В конце концов, с покупкой камеры плотно пересел на фотосъемку, потом видеосъемку. Начал экспериментировать и работать с музыкантами, началось все с лучших друзей, а потом доросло до каких-то более коммерческих проектов, в том числе Вилхала является таким проектом. Написал Славя, сказал то, что классные клипы, классные песни, захотел сотрудничать и сделать общий проект. Началось с обложки, а потом начали снимать просто вместе клип. И да, начали снимать клип со старым составом группы, с профессиональными людьми, кто занимается конкретно съемками. То есть как помощник, как вторая камера. Но в конце концов, сейчас-то уже первая-вторая камера получается, поэтому сейчас-то уже что-то на передних планах. Все начинается с командным брейнштормом, где мы обсуждаем главную идею трека, накидываем какие-то идеи уже конечные. И дальше, когда я уже сажусь, после всех фотосессий, после всех конечных идей, уже творю сам. И в конце концов, обычно после мелких доработок ребятам нравится, и мы делаем то, что в итоге получается, и люди видят это уже в интернете. Песни нравятся людям, они непроизвольно оседают в голове, и повторяешь их и снова-снова. То есть идея хита работает. Поэтому сам непроизвольно можно считать себя настоящим поклонником. Еще один человек в команде, Георгий, занимается видеосъемками, клипами и рилсами. Помимо прочего, он увлекается автомобилями и мотоциклами, поэтому все, что связано с ними, в его компетенции. Найдет, договорится и снимет красиво. Знакомый уже давно с солистом, так сказать. Знакомый давно. Следил за творчеством тоже очень давно, еще с тех времен, когда это вообще никак не популяризировалось, ну, в таком широком контексте. Вот. Ну и следил, какие-то свои фидбэки человеку пидал. Говорил, что прикольно, поддерживал, продолжай. И в какой-то момент сам начал заниматься производством контента, видео, всякие там сборы других людей, чтобы сделать что-то такое интересное, какое-то собрание. Вот. В общем, вот. И в какой-то момент просто на фоне этих интересов наши лбы столкнулись. И мне сказали, ну, может, вместе поработаем. Я как бы не отказался, потому что я за любой кипиш, кроме голодовки. Вот. Ну и так начали работать. Я люблю автомобили. В какой-то момент я ими начал заниматься чуть поменьше, потому что я продал то, что я строил долго. И решил, ну, пока поснимаем. Потому что в голове очень давно сидел это мысль начать снимать что-то, какие-то видео, какие-то, ну, видео не в режиме фильмов, а, скажем так, подобие клипов. С какие-то двухминутные видосики под определенную тематику, с определенными идеями, но разноплановые. То есть общей концепции нет вообще. То есть, грубо говоря, общее объединяет все либо автомобили, либо какая-то интересная атмосфера. То есть, может быть, там автомобиля не будет, но атмосфера сама, то есть как мини-кино, какой-то клип будет. Начали работать в ЛХАЛе все вместе, всей командой. Я уже, можно сказать, подраствел, потому что были какие-то идеи, которые я мог реализовать, что-то я мог вкинуть, дополнить и отснять, смонтировать, выложить себе, помочь с контентом ребятам. Еще один коллега по цеху, Василий Леонтьев. Он продвигает музыку в ЛХАЛе. Благодаря ему ребята вышли на новый уровень музыкальной индустрии. И впереди у ЛХАЛе большие планы и задумки. Новые песни, сотрудничество с исполнителями, интересные решения. Группа изначально вобрала в себя элементы и рока, и рэпа, и танцевальной музыки. И чтобы каждое направление нашло своего конкретного слушателя, Вячеслав Рязанцев определил для каждой свой отдельный проект. После работы с Эхо Саном я понял для себя то, что мне очень нравится жанр танцевальной музыки. И я принял решение в этом году, то, что я разделяю проекты. И теперь Велхала это у меня танцевальный, музыкальный проект, широкоцелевая музыка. Рок-проект у меня теперь будет, это зависимость. А личные мои проекты электронной поп-музыки, поп-дэнс-музыки, как хотите так и называйте ее, это будет Слава Мэйн. Чтобы у людей было просто понимание, что больше непредсказуемости никакой не будет. Для ребят из группы Велхала музыка уже не просто хобби. Это значимая часть их жизни и души. Команда выкладывается на 100%, чтобы подарить поклонникам качественные треки и удовольствие от прослушивания. В своей маленькой и уютной студии ребята могут проводить целые вечера. И за творческим процессом время идет незаметно. Неуемная энергия, горение, открытость и драйв – то, что отличает проект Велхала. И этим группа делится с каждым слушателем. Пожелаем яркому Саровскому проекту творческих успехов и покорения новых музыкальных вершин. Ну а наша передача подошла к концу. В следующий раз мы услышим новые истории, познакомимся с новыми героями, новыми лицами, лицами Сарова. До встречи в следующем выпуске на канале 16.